Привет, друзья! В этом видео я хочу вам рассказать про катамаран Бали-4.8. На одном таком катамаране мы только что завершили тур по островам Хорватии, сдали его и сейчас принимаем следующий. Снял видео я и о том катамаране, но, наверное, выкладывать его не буду, потому что он такой же, но мы его снимали после чартера, то есть здесь какая-то уборка происходила, вещи. У меня сейчас есть возможность снять катамаран, который еще, по сути, команда не заселилась там, всего несколько шемоданов сюда занесли, поэтому все пока такое чистенькое, свеженькое, вот прям ждет гостей и будет красиво смотреться в кадре. В любом случае, на канале уже есть пара видео про катамараны Бали, но этот, во-первых, он больше и у него есть ряд особенностей, которые на других катамаранах, скорее всего, вы не найдете. Ну и плюс есть возможность снять это как-то более подробно, более качественно, без спешки, ни на телефон уже, на какую-то нормальную камеру. Итак, начнем мы из внутреннего пространства, потому что именно им катамараны Бали как бы и славятся, почему их так любят и почему там практически все клиенты у меня за последние пару лет первым делом ищут в чартер именно катамараны этой марки из-за вот этого общего пространства. Если мы посмотрим на соседние катамараны, там есть разделение кают-компаний на две части. Одна часть внутренняя и вторая часть внешняя. Соответственно, вот вся кают-компания делится пополам. И в хорошую погоду в основном мы находимся во внешней части, там если прохладно, какой-то дождик, то находимся во внутренней части. То есть в целом кают-компания получается, ну, примерно в два раза меньше. Здесь это единое пространство, которое мы можем трансформировать из открытого в закрытое и обратно. То есть при схожем размере или даже если катамаран Бали у вас чуть-чуть меньше, чем, например, какой-то другой, то здесь места получается больше. В катамаранах чуть меньшего размера здесь стоят кресла, но здесь у нас вот такой вот диван, он сдвижной. Вы можете его отодвигать, чтобы удобно сидеть, либо сдвигать, чтобы увеличить место для прохода. Дальше у нас есть опускаемая дверь. Управляется она вот здесь вот кнопочкой, соответственно, вы можете ее опустить и таким образом превратить это пространство в полностью закрытое. И можете также ее открыть и превратить это пространство в открытое. Переходим дальше. Здесь у нас расположено шкиперское место, панели инструментов. Здесь в катамаранах поменьше всякие предохранители, и все такое прочее. Здесь две большие полки, а предохранители находятся вот здесь, за чемоданами. Тумбочка для шкипера. На ней, во-первых, можно сидеть, во-вторых, она двигается. Вы можете ее переставить к столу, сделать дополнительное место. Ну и в ней удобное место для хранения. Также есть рундуки под паёвами, но здесь нужно откинуть вот этот вот декоративный настил, и вы получите доступ к подпаёльному пространству. Соответственно, кухонная утварь различная. В ящике. Такие-сякие. Здесь у нас находится большой холодильник. Давайте пройдем с вами в каюту. У нас есть два прохода из центральной кают-компании. В правый борт и в левый борт. Они немножечко отличаются, поэтому на этот раз мы зайдем в оба борта. Спустимся сюда. Носовая каюта. Свет здесь демилируемый. То есть, единичным нажатием вы выключаете снизу, единичным включаете. Если нажать и подержать, то у нас будет прибавляться, либо убавляется интенсивность освещения. Большая двуспальная кровать. Все красиво застелено, ждет гостей. Шкафы, соответственно. Здесь у нас находится люк с москитными сетками. Здесь у нас большое окно с иллюминаторами. Вот эта часть открывается для проветривания. А эта не открывается, но, тем не менее, она тоже прозрачная. Сейчас снаружи здесь ничего не видно. Снаружи оно тонированное. Вот. То есть, много света в каюте. Достаточно уютно все видно. Здесь у нас санузел, душ и туалет. Ну, соответственно, как обычно, душ у нас вынимается вот таким образом, чтобы мыться. И, ну, гальюн как гальюн. Гальюны здесь электрические. Кстати, удобно сделано в гальюнах. Вот здесь доступ и там дополнительный кран. То есть, есть кран на Кингстоне, который мы открываем, чтобы открыть черные баки. Но здесь он доступен вот таким образом. То есть, не надо нырять по спаевы. Мы открываем. И здесь, ну, на камеру не видно, но там находится тоже слив. Пройдем теперь в кормовую каюту. Здесь двухъярусная каютка с две отдельные кровати двумя ярусами. И, соответственно, тоже отдельный санузел. Причем в предыдущем катамаране у нас здесь была обычная каюта с этой стороны. А по левому борту была такая двухъярусная. Здесь двухъярусные каюты по обоим бортам. То есть, это все зависит от выбранной при заказе на верфи комплектации. Ну, пройдем сначала левый борт. Носовая каюта. Тоже такие же окошечки у нас здесь занавешаны. Санузел достаточно большой. Там, ну, за дверью еще пространство, где стоит унитаз уж. Ладно, не будем на него смотреть. Унитаз как унитаз. Здесь везде есть шкафы. Достаточно просторные. Здесь спаджилеты висят. Но я думаю, мы их уберем. Сюда повесим свои вещи. Спаджилеты. Найдем для них рундук какой-нибудь. Так же места есть вот везде под паевами. Здесь под лестницами располагаются эвакуационные выходы. Наслышит переворот комарана в экстренной ситуации. И вот вторая у нас двухъярусная каюта. Здесь их две. Тоже у нее свое окошечко. Вот. Ну, здесь видно борт соседней яхты. Но когда мы в море, естественно, здесь открывается красивый вид. Санузел. Еще один. Уже четвертый, который мы сейчас смотрим. Проходим. И есть у нас еще две каюты, которые вход не отсюда. Который вход из кормового кокрита. Вот каюта левого борта. У нее отдельный вход. Закрывается таким образом. Такая дверь от спортивного автомобиля. Давайте заглянем, что у нас здесь. Вот. Здесь тоже очень-очень уютно, я бы сказал. Достаточно высокие, кстати, потолки. Обычно в кормовой части потолки пониже. Давайте я вам покажу. Вот у меня рост метров 71. Конечно, невысокий. Но, видите, у меня большое пространство. Надо мной еще есть. Для большинства людей здесь будет вполне себе по росту. Тоже отдельный санузел. В общем, в каждой каюте отдельный санузел. Отдельный душ, отдельный туалет. То есть это был уже пятый санузел на этом катамаране. Давайте посмотрим тогда уже шестой. Здесь диванчик. Здесь отдельная открытая зона все-таки есть. Вот она за нашей движной дверью. Здесь вот эти рундуки открываются. Под центральным лежит спасательный пот. Ну и разные вещи, типа там проводов хранятся, там дополнительные швартовые. Обувь обычно мы туда складываем. Сзади висит наш тузик с мотором. Здесь сделано по-другому. На предыдущем катамаране вот тут располагались кнопки. И лебедка была убрана где-то в крышу. Там была чуть подороже комплектация этой части. Здесь у нас обычная лебедка, находится вот здесь. Ну, тем не менее, все равно достаточно это все удобно. Вот еще одна каюта. Заглядываем сюда. Ну, раз, тут уже кто-то полотенчики разложил. Ну, тем не менее, у нас открывается вид на трагир. Можно открывать, естественно, данные окошечки. Иллюминаторы. Но на ходу, естественно, и сволоны, конечно, должны быть закрытыми. Они не очень высоко над бортом расположены. Там может заливать. Но закрываются они плотно. Эвакуационный выход. Из него красиво посмотреть. Там можно проплывать между поплавками яхты. Вот. Кого-нибудь мы обязательно там сфотографируем проплывающим. Еще один санузел. Вот. Ну, для тех, кто, может быть, не видел, как функционирует электроумнитаз. То есть, эта кнопка делает сразу, и смыв, и откачку. Вот эта кнопка раздельно делает. Вот, доливает воду, а эта выкачивает. То же самое. Душ вынимается. Вот. Зеркальце. Можно его повесить. Вот есть специальное крепление, куда можно его повесить. И здесь же мыться. Во многих катамаранах здесь расположены помпы автоматические, которые воду отсюда сами выкачивают. Здесь они автоматические. Здесь нужно нажимать вот эту вот кнопочку. Нажали, она включается, воду выкачивает. Ну, потом, соответственно, ее выключаем. Давайте посмотрим теперь внешнюю часть катамарана. Здесь у нас есть такая опция, как выдвижной трап Пасарева. Гангвей, как, неважно, как вы его называете. Вот он управляется пультиком. Давайте я вам покажу, как это работает. Сейчас мы к нему пройдем. Вот. Это, на самом деле, очень удобная штука. Иногда от них бывают еще пульты дистанционного управления. То есть вы ушли с лодки и его задвинули. Но здесь пультики дистанционного управления у нас нет. Есть вот такой пульт. Зажимаем две кнопки. Он включается. И теперь вот этой кнопкой, ну, видите, его регулируем. Вот он у нас задвигается. И можем его, соответственно, поднять. Мы его подгоняем таким образом, чтобы он у нас не бился, а прищал. Ну, при этом было удобно всем сходить и заходить на судно. Отрегулируем его обратно. Поднимем чуть-чуть повыше. Немножко не до конца. И выключим. Здесь у нас располагаются установки под генакер. Следственный ролик генакерный. И лебедка одного борта. Лебедка второго борта. Ну, а все остальное управление осуществляется наверху. Давайте пройдем. Вот мы на посту управления. Посмотрим, что здесь есть. Соответственно, управление двумя двигателями Нинмары. Тоже они бывают разными. На таком же катамаране у нас были цифровые полностью дисплеи. Мне больше нравились, чем эти. Но, ну, тоже, как бы, это не особо важно. Две ручки. То есть, раздельное управление двигателями. В каждом двигателе, как на любом таком катамаране. В каждом поплавке отдельный двигатель. Большой навигационный дисплей. Мы можем здесь смотреть карту. Можем переключить, смотреть приборы. Ну, мне вот нравится вот такой вид, когда у нас сразу и карта, и приборы на экране. Вот в левой части у нас карта. В правой у нас все приборы. В частности, ветер показывает. Ну, что очень удобно. Электронный штурвал здесь. Посередине автопилот. То есть, когда судно на автопилоте, вращение штурвала ничего не дает. То есть, чтобы управлять, нам нужно автопилот отключить. Дальше органы управления парусами. И здесь очень удобный проход. В катамаранах тех же бали поменьше. Чтобы пройти с одной стороны на другую, нам вот здесь нужно как-то перевазить через рулевого. Здесь у нас есть отдельный проход. Вот так вот взяли и прошли. И вот здесь очень удобно. На этой ступеньке можно присесть. И как раз вы сидите рядом с лебедкой. Это лебедка электрическая. Управляются кнопочкой. Ну, естественно, можно управлять и, как обычно, обычной ручкой. Все фалы, шкоты и рифовые веревки приходят сюда. Здесь отличие именно этого размера катамарана, что здесь отдельные рифовые веревки по задней шкатуриной и отдельные по передней. То есть, вот это три рифа у нас идет. И вот это у нас три рифа идет. Две веревки гито-шкота с двух сторон. Они вот, видите, сдвоенные. То есть, одна и вторая. Вам нужно потравить, по крайней мере, одну, как бы, но вторую можно как оттяжку использовать. Она будет вниз гигдавить. Вот это дальняя красная, соответственно, у нас пал. Ну, и с другой стороны вот желтенький топинант. И отдельно вот у нас стоит это управление с таксель-автоматом. Таксель здесь автоматически, видите, он ездит по рельсу, вот, и езжает с одной стороны на другую. Ну, олень закрутки традиционно расположен. Ну, там на борту кажется, что он далеко расположен, но на самом деле нет. Вы его можете зарядить спокойно вот сюда, на эту электролебедку, и сматывать с таксель электролебедкой. Ну, естественно, делать это нужно очень аккуратно, следить, чтобы там не было слишком больших чрезмерных усилий. А здесь большая бимини, то есть вот этот тент, он защищает здесь шкипера и команду от солнышка. Есть столик здесь отдельный. Это тоже, кстати, новшество, не на всех катамаранах, даже не на всех Бали здесь есть столик. Вокруг него диваны, и дальше еще места полежать, позагорать. Гиг здесь по голове вас не ударит, он расположен высоко, вот, прямо над этой бимини. И на ней сделаны очень удобные вот такие ступеньки, чтобы залезать к лэйзи-бэгу и поправлять там гроб. Потому что, ну, есть, конечно, ступени на мачке, но в целом, если вы используете и эти ступени, и эти, то забираться получается гораздо проще. Широкие потопщины. Большие тоже стекла у нас по рубке. Хороший обзор из рубки, но я думаю, это вы уже видели. Здесь у нас вот такое большое место для лежания, дыхания, загорания. Столик. Столик, причем с откидными, вот этими дополнительными штучками. Ну, не ладно, не буду отстегивать. Но, в общем, он раскладывается, становится большим. Здесь под этим диваном у нас спрятано управление якорной лебедкой. Здесь оно удобное. Что бывает, что не очень удобное. Здесь оно удобное. Давайте откроем. Вот, соответственно, пульт управления унимается. Ну, это как бы как обычно. Но смысл в том, что сам отсек, он здесь достаточно большой. И вам его хорошо видно. Плюс, если у вас застрянут там где-нибудь усы или что-то, вы их спокойно вот через вот эту дырочку крюком вылавливаете. И есть соседний рундук рядышком. Достаточно просторный под вот этим вот соседним диваном. Но открывать его не будем. В общем, там лежит ведро, швабра и всякие такие вещи для ухода за водкой. Ну, также можно такие чемоданы туда свалить. С другой стороны у нас тоже поднимается вот эта вот часть. И здесь у нас расположен генератор. Хороший большой генератор. Дополнительные швартовы почему-то здесь находятся. От генератора в том числе работают кондиционеры и отопители. В каждой каюте здесь есть свой юнит кондиционера. Поэтому можно себе сделать климат. Ну, естественно, с оговоркой, что должен либо работать у вас генератор, либо подключено быть береговое питание. Вот. Ну и, собственно, вот дверь, про которую тоже я вам рассказывал, очень удобно. Можно отсюда заходить внутрь. Про паруса и такиваж. Ну, как чего-то такого особенного рассказать здесь нечего. Все, в принципе, как обычно, за исключением того, что большой, как вы видите, грот, большой лейзи-бэк. В него можно целиком забраться, ходить по нему и что-то там поправлять, если нужно. Ну, в частности, там рифовые веревки застревают. Как правило, когда вы первый раз поднимаете паруса, до этого техники обычно их все вытаскивают наружу, не знаю зачем. Но первый раз нужно все их вытащить, потравить, а потом можно их просто оставлять в айзи-бэке, и будет подниматься грот у вас гораздо быстрее. Но мы с вами не посмотрели еще две каюты. Они расположены у нас вот здесь. То есть это не совсем такие прям каюты. Это шкиперские места, то есть в этом рундачке. В зависимости от комплектации, может быть, просто рундук, в котором ничего нет, там хранятся кранцы, еще что-то. Может быть, шкиперская каюта. Они с двух сторон, то есть может быть две шкиперских каюты, может быть, не одной. Бывают комплектации, когда с одной стороны шкиперская каюта, с другой стороны душ и туалет. Моя любимая, кстати, комплектация. Здесь немножко не так, здесь две шкиперские, но это тоже удобно, например, если у вас капитан и организатор, вот они могут занять эти оба места. Вход сюда осуществляется только вот таким вот образом. Здесь есть ступеньки. Залезаете и закрываетесь. Давайте посмотрим, что у нас здесь внутри расположено. А внутри у нас вот так вот. Тоже в предыдущем катамаране вот здесь была полка. Здесь ее почему-то нет. Она на самом деле была классная. Вот здесь была полка, на которую удобно кладется чемодан, всякие там разные вещи. Здесь вот эту полку, к сожалению, не сделали. Ну, что поделать. Зато есть вот такая вот полка. С другой стороны тоже здесь полки нет. Вот в предыдущей комплектации у нас на таком же катамаране она была. И с другой стороны у нас есть освещение. Опять же, на предыдущем катамаране вот с этой стороны были розетки. Там была лампа для чтения, розетка 220 вольт и розетки USB. Здесь вот, к сожалению, ничего нет. И, кстати, еще здесь нет бокового иллюминатора. Что в предыдущем катамаране он у нас тоже здесь был. Но я думаю, что я вставлю кадры, которые снял на предыдущем кате, чтобы показать, как это еще может быть сделано по-другому. То есть они одинаковые. Балич 4.8, тот, а другой. Но вот есть некоторые особенности компоновки и комплектации. Я думаю, что часть из этого делается даже не наверху, а уже позже. Вот вторая шкиперская каютка. Вот в целом, наверное, все, что пока хотел вам показать. Думаю, вы могли составить себе представление о том, как можно обитать на этом катамаране, насколько здесь комфортно. И почему вообще эти катамараны любят, почему их стараются заказывать. Но есть, конечно, обратная сторона этого комфорта. То есть данные модели катамаранов не очень хорошо сравнительно с другими ходят под парусом. То есть не так быстро соотношение парусов к их общей массе. Оно так проигрывает там, например, вагуном. Вагуны тоже, опять же, не все есть разные. Но на моем опыте ходят так значительно более прытко, поинтереснее под парусом. Этот катамаран больше для такого отдыха. Не столько именно ехсменского, сколько именно туристического. Но для многих групп, для многих команд это как раз-таки все-таки более предпочтительно. То есть люди приезжают больше как на отдых. И используют катамаран больше с точки зрения передвижного дома. И комфорт здесь ставится во главу угла. А какие-то характеристики парусного хода, и одни все-таки вторичны. Но тут все зависит от того, какой тип отдыха вы предпочитаете. Если вы хотите парусный драйв, то, конечно, в первую очередь это будут классические однокорпусные яхты. Либо вагуны небольшие. Вот, например, там 42, причем не последних годов выпуска ходят очень хорошо под парусом. Ну а пока на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно. До встречи в море. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok